В минувшие выходные на Саранском стадионе «Старт» вновь ревели моторы мотоциклов. Столица Мордовия принимала участников второго этапа командных чемпионата и Кубка России по ледовому спидвею. Приятным сюрпризом для зрителей стал визит восьмикратного чемпиона мира Кирилла Дрогалина, который все свои многочисленные титулы завоевал, выступая за наш мотоклуб. А также видеопривет от немецкого гонщика Гюнтера Бауэра, который пообещал выступить на саранском треке вместе со своим сыном. Я давно не был с той стороны трибун, давно не стоял на дорожке. Чувство, как будто вчера все это закончилось, переполняли меня чувством, очень волновался. Для того, чтобы быстро возродить, нужно пригласить уже опытных гонщиков с подготовленной современной техникой, для того, чтобы они выступали за клуб Мордовии. На этой базе молодые смотвены очень быстро вырастут. Если идти путем не приглашать спортсменов, ну просто это будет все очень долго. После возрождения ледового спидвея в мордовских мото-клубах звезд калибра Кирилла Дрогалина пока нет, но это лишь вопрос времени. На торжественной церемонии открытия глава региона Артем Сдунов вспомнил годы, когда сборная России на международных турнирах состояла только из гонщиков Мордовии. Отрадно, что чемпионы мира, чемпионы Европы приезжают на наши площадки. Я сегодня с Кириллом Олеговичем обсудил. Было время, когда сборная России полностью совпадала со сборной Мордовии. Представляете? Нам это время надо вернуть и пойти дальше. Ледовые баталии в Саранске начались с командного чемпионата в высшей лиге. Второй этап стал заключительным и окончательно расставил команды в общем зачете соревнований. Главными неудачниками субботней гонки стали представители башкирской команды «Калтасы». Дмитрий Буланкин и Андрей Шишегов поделили очки с соперниками из «Луховиц». Из-за пересечения синей линии Буланкиным уступили команде из «Каменск-Уральского», а также проиграли «Мегаладе». Дуэль с тольяттинцами стала моментом истины для обеих команд. По итогам шести заездов они набрали по 22 очка. И судьбу третьего места пришлось определять в перезаезде. Дуэль чемпиона мира Дмитрия Буланкина и Игоря Сайдулина закончилась в пользу тольяттинца, который принес своей команде третье место на втором этапе и общую победу в высшей лиге по сумме двух гонок. Лучшими по итогам второго этапа командного чемпионата достали представители ЦТВС из «Каменск-Уральского». Эдуард Крысов и Иван Большаков набрали 27 очков из 30 возможных. Из четвертого места по результатам январской гонки поднялись на вторую строчку общего зачета. Этот успех призер чемпионатов Европы Эдуард Крысов отпраздновал, исполнив победную «Ласточку». Первый этап у нас были какие-то моменты такие своеобразные, ну что-то не получалось, прям, прям все шло не совсем так, как хотелось, но был, да, пересечение было у нас там, зажигание кончилось, ну это технический вид спорта, но у нас не ладилось. Потом потихонечку-потихонечку, ну как бы, ну да, мы стали четвертыми, ехали сюда, честно, думали, ну хотя бы как-то попытаться удержаться в тройке. Ну, по итогу всей гонки, как бы, вроде, ну так потихоньку-потихоньку, бах, первым, да ладно, ну как бы так, старались, работали командой. В воскресенье мотогонщики соревновались в рамках второго этапа Кубка России. Для призеров по итогам двух гонок это был незаключительный старт. Три лучшие команды на третьем этапе встретятся с двумя худшими сборными из Суперлиги. В этой гонке вновь не было равных команде из Каменск-Уральского. Эдуард Крысов и Иван Большаков, как и в субботу, на двоих набрали все те же 27 очков. Чуть-чуть поменяли тактику в этот раз. До этого, как бы, я старался работать на Ване, но в этот раз, получается, я убегал, а Ваня уже старался ехать, потому что, ну, чтобы не было каких-то таких нюансов. Ну, иногда помогал где-то как-то, ну так вот сработали уже, потому что таких выездов особо совместных не было. На второй строчке завершили гонку представители Луховиц, причем лидер команды Сергей Макаров, как и в первый день соревнований, был близок к тому, чтобы выиграть все шесть заездов, но в одном из стартов пропустил вперед своего более молодого сокомандника Алексея Колганова. Свой шестой заезд Макаров в итоге все же выиграл. По итогам двух этапов Мегалада и ЦТС имени Циброва набрали одинаковое количество очков, поэтому третью путевку в следующий этап Кубка в очной дуэли оспорили Сергей Макаров и Симон Свиток. Итог победа более опытного Макарова. Также состоялся перезаезд и за первое итоговое место в нем выступил наш Максим Лушников, который защищал цвета клуба из села Колтасы, а противостоял ему Иван Большаков из Каменск-Уральского. Победа осталась за Большаковым. Очный спор двух саранских команд Мордовии Досааф и ЦТВС имени Миндрова по итогам двух этапов также определялся в перезаезде. Но борьбы в нем не получилось. На первом же вираже Алексей Утусиков уехал за пределы трека, и Владиславу Захарову оставалось только просто доехать до финиша, с чем он успешно справился и принес своей команде пятое место. Эта гонка стала заключительным официальным стартом по ледовому спидвею в Саранске. Но учитывая высокий интерес среди болельщиков и прекрасную организацию соревнований, нет сомнений, что спидвей вернется в Мордовию уже в следующем сезоне. Мы договорились с Алексеем Рынбаковым, директором соревнований, что после окончания сегодняшних гонок мы обсудим, подведем итоги, как говорится, быструю такую работу над ошибками проведем и будем. Конечно же, планировать следующий сезон, чтобы с учетом тех наработок, которые были на этих двух этапах, соответственно, январском и февральском, уже определяться следующим сезоном и с тем уровнем соревнований, который мы можем принять. Все классно, организация, все замечательно, лед для всех одинаковый, для зрителей, людям вообще всем большое спасибо, что приходите, болеете с нас. И организаторам большое спасибо, что несмотря на столько времени, что наконец-то уже два соревнования в этом сезоне уже прошли. И достаточно командного чемпионата России, это здорово, что у вас есть команда и ребятишки едут, стараются, работают. Это прям классно.